Здравствуйте, дорогие друзья! Портал Экзегет вместе с вами и вопрос следующий. У меня красивый муж. Как мне справиться с ревностью? Сразу скажу, что вопрос нет меня. Я женатый человек, мужа у меня нет. Но что же делать, если правда, вот у женщины красивый муж, вокруг него вьются девушки и так далее. Что же делать? Сама жена должна понять, что муж выбрал ее не по той причине, что она просто красивая девушка. Муж полюбил всю ее, то есть и внешность, и душу, и то времяпровождение, которое у вас есть и так далее. Поэтому, если вы не будете мужа пилить, если вы будете доброй, покладистой женой и мужу сам будете доверять, то тогда шансов на то, что он, как у нас сегодня говорят, уйдет налево, их будет гораздо меньше. Никто, в принципе, не застрахован от прелюбодеяния, потому что каждый человек имеет свободную волю, может согрешить. И, поверьте мне, прелюбодействуют не только красивые мужья, но и некрасивые. Но вы, со своей стороны, как жена, должны сделать все для того, чтобы, по крайней мере, вы не подталкивали его к прелюбодеянию. Так что будьте ему верной женой, доверяйте, любите, и думаю, что все будет как-то хорошо. Отдельно для себя замечу, отдельно для вас замечу, что я, как священник, тоже сталкиваюсь все время вокруг с большим количеством прихожанок, и, в принципе, люди справедливо спрашивают, а как жена относится к тому, отец Павел, что у вас вокруг вот так много людей. Но я жену свою люблю не по той причине, что она вокруг меня вьется. Любовь — это все-таки дар Божий, и я Богу благодарен за то, что он послал мне такую жену, с которой я именно вместе спасаюсь, которая является моей жизнью. И вот если бы вдруг жена начала бы ревновать, стала бы мне не доверять, мне бы причиняла бы самую большую боль, которая вообще, наверное, в жизни возможна. Так что я Богу благодарен за то, что жена мне доверяет, и очень надеюсь, что вы тоже будете своему мужу доверять и будете по-настоящему спутницей, единым целым с ним. Моги Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok